всех рад видеть на моем канале подписчиков гостей сегодня видео будет про чайник tefal значит с ним tefal не работает прекрасное утро включил чайник ничего не предвещал как говорится беды нажимаем не работает значит что будем делать сами чинить видео звучит таким образом ремонт чайника tefal ну и конечно вам скажу марку это марка bf 26 ну и марка это tefal bf 26 бывают четырехзначные они немножко отличается но в принципе везде одинаковые поэтому я думаю это будет интересно не только владельцам конкретно такой модели но и похожих моделей так чего я думаю первым делом мы начинаем значит нам надо иметь тестер но не знаю как без тестера можно обойтись но тестер необходим в этом случае что мы сейчас первым делом прозвоним и начинать надо проблему искать от вилки берем ставим мультиметр или как у вас есть прибор на прозвонку подсоединяем значит на вилочку и 2 сюда видим прекрасно сюда теперь на 2 и теперь вот здесь вот на второй контакт идет значит у нас получается это исправно до подставочка у нас исправно переходим теперь чайник убираем подставку она вроде как исправно и вот здесь видим тоже контактная группа вот центральный электрод и боковой вот надо прозвонить при этом надо кнопочку нажать ну что-то 25 28 ом показывает то есть обрыва нету тогда тем более непонятно почему неру не работает ну давайте отключу продемонстрируют включая 220 вольт показывает индикатор включаем видим лампочка не горит пока вытираю у меня мозговой штурм происходит в голове что делать то что делать тен целый тен целый подставка целая так значит я принимаю такое решение значит мы проверим на надежность вот этого контакта для этого ребята все порядке чайник почти уже починили лампочка загорелась так отсоединяем все это убираем так напрямую он работает без подставки значит будем подставку как-то ковырять вот и так значит полчаса тут ковырялся вот видите отвертки ножи со всех сторон подцеплял и в чем фишка чтобы вы так же не мучились я вам сразу говорю разглядим вот самое главное вот эти заусенцы которые заходят сюда защелкиваются двух сторон в общем получается мы как вот так вот просунуть пластик твердый и надо вот сюда давить отжимать и на себя вверх подтягивать в общем тут попрактикуетесь теперь видим что у нас здесь здесь значит видим контакт черный отгоревший вот видим окисленный сразу видно неисправность значит давайте попробуем снять контактную группу в общем получается здесь произошел перегрев вот задубевший у нас провод отгорел здесь отгорел значит сейчас восстановим это все дело почистим восстановим но и на этом будет на это еще одно включение я продемонстрирую что чайник работает для надежности я просто припаяю напрямую провода сюда и все надо отдать должное сечение провода очень хорошее тут они соблюли положено все сделали вкусовая ту часть провода которая уже перегрета эти клеммы нам пригодятся где-нибудь в другом месте в следующей части и и и и и и и и и Музыка 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 Следующее, что у нас сломается, это сгорит тэнк Но сюда мы уже больше не вернемся Тут основательно В этом месте уже не будет перегрева Так, еще сразу зафиксирую это все дело термоглеем Потому что сама контактная группа здесь очень плохо зафиксирована Практически нет фиксации Музыка Вот так Музыка 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 подключить в розетку. Лампочка горит, чайник греется, давайте покажу, вот видим, чайник пошел греться. В этом видео я показал вам, как все это отремонтировать и указываю на тот факт, что клеммы ненадежны. Ребята, старайтесь их меньше использовать. Ну и как обычно, давайте в конце видео подведем итог. Чайник отремонтировать, бог с ним, никуда бы он не делся, отремонтировался. Самый прикол в чем, значит, французский, значит, производитель, Тефаль, сделал недопустимо грубую ошибку. Понимаете, он взял медные контакты и соединил также медный провод через стальные клеммники. Сталь и медь образуют гальваническую пару, а следовательно происходит быстрое окисление и тем самым меняется сопротивление. При возрастании сопротивления в этом месте образуется перегрев. Провода нагреваются и тем самым быстрее ускоряется этот процесс. В итоге происходит отгорание провода и чайник перестает работать. То есть это уже, вот вроде бы мелочь, да, использовал бы он хотя бы медный. И чайник, поверьте, проработал бы дольше. Косячат, ребята, косячат, качество уже не то. Но явно, явно косячат. Через стальную клемм подключили к медиа, это явно так не делается. Это уже каждый школьник это знает и понимает. Но конструкторы и целые там инженерные группы это игнорируют и значит в производство пускают через вот такие стальные клеммники. Плохо, ребята, дизлайк вам, Тефаль. Все, вот такой у нас под итог получился. Ну и так, мне значит чайник, вам лайфхак очередной. Все оказалось несложно, просто глаза боятся, руки пакостят. Все у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будем дальше все ремонтировать, чинить, строить. Субтитры сделал DimaTorzok